Здравствуйте, с вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения и мы находимся с вами в магазине Вершки и Корешки в городе Бердске. Это ТЦ Версаль. И вот возле меня необычный такой продукт, жир медвежия, но он может быть необычен только для городского жителя, потому что в общем-то в деревнях, особенно с сильными охотничьими традициями, вот у нас на Алтае медвежий жир воспринимается как первое лекарство при многих заболеваниях, поэтому я сама медведя не убивала, и это все убивают у нас охотники, потом на предприятиях этот жир перетапливается и, кстати, проходит ветеринарный контроль. Это вот когда вопросы бывают, а вдруг ваш медведь болел трихинеллезом, ну нет, на самом деле все проверяется. Вот это вот топленый медвежий жир. Вы просто представьте, что медведь, он закладывается на спячку, находится там без воды, без еды, и у него что-то должно быть такое очень сильно питательное, вот в частности вот этот медвежий жир, который бы обеспечивал бы ему эту длительную именно спячку. Так вот, поэтому сам медвежий жир, он очень сильно богат огромным количеством микроэлементов, витаминов, он очень сильно иммуностимулирующий. И медвежий жир, он содержит огромное количество омега-3, омега-6, и, понимаете, медвежий жир, он находится в такой форме, в легко усваиваемой. В том числе, легко усваиваемый и для человека, конечно, он имеет достаточно специфический запах. Но этот запах можно перетерпеть, потому что именно действие химических лекарств на организм, оно более разрушительно, чем действие естественного лекарства от медвежьего жира. Так вот, чем же хорош медвежий жир? Конечно, он хорош при заболеваниях туберкулеза. Конечно, он хорош при некоторых формах астмы. Он очень хорош при бронколегочных заболеваниях. Вы просто понимаете, при туберкулезе лечение достаточно длительное, высокими такими химически активными веществами, антибиотиками пятого поколения и антисептиками достаточно сильно. При таких воздействиях химических на организм, у организма уже остаются буквально последние силы на борьбу с туберкулезной палочкой. Поэтому прибавление после лечения в стационаре, именно прибавление к своей схеме лечения медвежьего жира, вы делаете огромную такую пользу для организма. Он поднимет ваш иммунитет, насытит кровь питательными элементами, микроэлементами. Причем медвежий жир, он же эффективен не только в лечении именно туберкулеза или астмы, или, допустим, бронхолегочных заболеваниях. Медвежий жир – это лекарство номер один при язве двенадцатиперстной кишки. А медвежий жир эффективен при суставных заболеваниях. И вообще на медвежьем жире у нас в народе ходит масса таких рецептов, с помощью которых можно излечиться от множества заболеваний. Ну вот, например, для детей, конечно, медвежий жир соединяют с медом, соединяют с какао, соединяют иногда с алоэ. Точно так же для туберкулеза существуют такие списки, когда там алоэ прибавляется, мед прибавляется, прибавляется кагор. То есть делается вот такая очень высокоусываемая, такая питательная смесь. То есть и немножко приглушается вот этот яркий специфический вкус именно медвежьего жира. Медвежий жир, вот именно как жир, он хороший транспортник. Если вы к медвежьему жиру добавите другие составляющие, ну, допустим, миндальное масло, эфирные масла, вы можете составить для себя хороший крем, питательный именно для кожи. Для того, чтобы, если вы будете варьировать вот это вот разнообразное количество эфирных масел, там буквально нужно 2-3 капельки, будете добавлять масло ши, вы получите прекрасный крем для рук. И стоит ознакомиться, в общем, с большим арсеналом вот этих вот средств. То есть можно добавлять сюда и мумиё, и прополис, и составлять все новые-новые смеси. В любом случае медвежий жир будет основа. Поэтому вот медвежий жир, он есть вот в таком виде у нас с топлёнок, он бывает в капсулах, бывает вот в таком виде, когда медвежий жир с мёдом уже готовый именно для ребятишек. Поэтому имейте в виду, он вам пригодится и для массажа, и для лечения суставов, и для лечения бронхолёгочных заболеваний, и для лечения туберкулёза. Вообще почитайте о нём, это очень интересно. И приходите за жиром в систему магазинов «Вершки и корешки». Ну а кто не новосибирец, можно заказать эту продукцию на сайте пехта.ру. Поэтому подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, переходите там по ссылкам, включайте уведомления, приходите ко мне в Инстаграм. У нас очень много интересной информации.